Здравствуйте, уважаемые зрители канала Оздоровление. Я Александр Закурдаев. В одном из предыдущих роликов я рассказал о системе Краваева и его рекомендациях по различным аспектам оздоровления. Судя по вашим комментариям, у многих зрителей возникают трудности в оценке состояния их здоровья. Чаще всего человек считает себя здоровым, если у него ничего не болит. Это субъективная оценка, которая не всегда соответствует действительности. А для получения объективной оценки человек должен пройти диспансеризацию в поликлинике. По результатам диспансеризации врач расскажет пациенту о том, какие у него есть отклонения от нормы. У кого-то повышенное давление, у другого повышенный уровень сахара в крови и тому подобное. Врач в этих случаях дает рекомендации, что надо сделать, чтобы привести отдельные показатели к норме. Отмечу, что в число медицинских показателей не входят данные о состоянии кислотно-щелочного равновесия в организм человека. Самому человеку получить объективную оценку своего здоровья в быту трудно. У него нет доступных показателей, которые позволяли бы проводить такую оценку. Вот, например, профессор Немувакин считал, что есть самые важные показатели для здоровья человека, которые не должны меняться в крови в течение жизни. Это кислотно-щелочное равновесие и концентрация хлорида натрия. Отклонение этих показателей от нормы всегда означает наличие болезни. Сейчас мы будем говорить только о кислотно-щелочном равновесии для крови. Это объясняется ролью крови в организм человека. Ее свойства важны не только для сохранения здоровья, но и возникновения болезней. Кровь является жидкой внутренней средой организма. Она омывает все его органы и ткани. Изменение параметров крови оказывает непосредственное воздействие на весь организм в целом и на конкретный орган или ткань. Все знают, что кровь несет к клеткам тела питательные вещества и кислород. От клеток она уносит продукты метаболизма, ну те же шлаки и токсины. Без постоянного снабжения крови клетки не смогли бы не только выполнять свои функции, но и сами бы погибли из-за отсутствия кислорода. Например, клетки головного мозга без поступления кислорода и глюкозы погибают в течение 4 минут. Вероятно, вы знаете, что глюкоза является основным питательным веществом для мозга. Но это, конечно, не считая воды. Именно поэтому очень важно, чтобы кровь сохраняла свои свойства, а также постоянно и без перебоев поступала ко всем клеткам, органам и тканям организма. Общеизвестно, что с возрастом кровь становится более вязкой. В ней появляется все больше кислых свободных радикалов, которые начинают агрессивно воздействовать и на кровь, и на клетки, и на сосудистую стенку. В крови пожилого человека накапливается больше отходов жизнедеятельности клеток, которые не всегда своевременно удаляются. Эти отходы имеют кислую реакцию. В результате кровь пожилых людей имеет тенденцию к взвигу в сторону ацидоза, то есть в сторону уменьшения PH. Из сказанного можно сделать вывод, что показатель PH крови очень важен для оценки здоровья. У обычного человека нет возможности измерить PH крови, чтобы понять, здоров он или болен. Поэтому я расскажу о физиологических индикаторах здоровья. Караваев предложил использовать их вместо тех медицинских показателей, о которых я говорил. Караваев считал, что эти индикаторы позволяют человеку самому оценивать состояние своего здоровья, определять, в какую сторону сдвинута в данный момент равновесие щелочей и кислоты в его организме. Караваев предложил три индикатора. Первый – это цвет конъюнктивы глаза. Я напомню, для тех, кто забыл, конъюнктивы – это внутренняя сторона нижнего века, которая насыщена кровеносными сосудами. Второй индикатор – это цвет склеры. Я напомню тем, кто забыл. Склера – это белковая оболочка глаза. Ну, еще называют глазными белками. Третий индикатор – это сравнительная открытость для дыхания левого и правого носовых проходов. Рассмотрим первый индикатор – цвет конъюнктивы глаза. Он позволяет оценить состояние кислотно-щелочного равновесия крови по цвету конъюнктивов. Караваев считал, что цвет конъюнктивы глаза быстро, в течение нескольких десятков секунд, реагирует даже на небольшие отклонения кислотно-щелочного равновесия в крови и его характеристики PH. Я напомню, что имеется шкала значения показателя PH от 1 до 14. В середине шкалы находится цифра 7. Кислые растворы имеют PH меньше 7, а щелочные растворы имеют PH больше 7. PH нейтральных растворов равен 7. Все знают, что органы и ткани тела человека на 70-80% состоят из воды. Но вообще-то это водные растворы. Для каждого органа имеются строго определенные границы кислотности. И только в этих пределах орган может нормально работать. Выход значения PH за эти рамки ведет к болезням и даже к смерти. Особенно строго в организме выдерживается граница PH крови. Для артериальной крови это 7,37-7,45. Для венозной крови от 70,32 до 7,42. Венозная кровь более кислая, так как насыщена углекислотой. Жизнь человека возможна только при жестком соблюдении PH крови. Отклонение PH ниже 7,3 и выше 7,5 сопровождается тяжелейшими последствиями для организма. При PH крови 6,95 наступает потеря сознания и смерть. Если PH становится выше 7,7, то наступают судороги. Это также может привести к смерти. Так вот, цвет конъюнктивы глаза соответствует различным участкам крови PH. Если конъюнктива глаза бледная или бледно-розовая, то это значит, что PH крови сдвинут в кислую сторону. Такой цвет говорит о болезни и требует принятия соответствующих мер помощи организму. А цвет конъюнктивы ярко-розовый или там алый говорит о том, что PH крови в норме. Потемнение конъюнктивы до темно-красного и бордового цвета указывает на повышение щелочности крови. Это менее опасно, чем увеличение кислотности крови. Чаще всего организм сам справляется с этой проблемой за счет имеющегося щелочного резерва. Согласно нормам и положениям физиологии, угроза закисления организма гораздо выше, чем угроза защелачивания. Примерно это соотношение равняется 20 к 1. Это соотношение представлено в организме бикарбонатным буфером, то есть резервом, и угольной кислотой. И надо учитывать, что современная пища на 80% состоит из кислотообразующих продуктов. В результате серьезных научных исследований было показано, что постоянное употребление кислотообразующих продуктов может являться фактором, приводящим к ацидозу. При этом замеляется кровоток, кровь становится более густой, ослабевает снабжение тканей кислородом и наблюдается склеивание эритроцитов. Это может приводить к инсультам и инфарктам. Теперь о практике определения цвета конъюнктивы. Чтобы увидеть ее цвет, нужно перед зеркалом осторожно оттянуть вниз нижнее веко, аккуратно положив на него подушечки пальца одного или двух. Либо одним пальцем сдвигаете вниз, либо двумя. Откроется внутренняя сторона века конъюнктива. По ее цвету и можно судить о состоянии крови. Конечно, вы можете встать где-то в ванной перед зеркалом или взять такое вот небольшое зеркало. И тогда вы сможете в зеркало увидеть цвет конъюнктивы. Обращаю ваше внимание, что речь идет о состоянии кислотно-щелочной равновесия в данный момент. То есть оно может меняться, и это обстоятельство надо учитывать. Например, человек съел много кислотных продуктов, и кислотно-щелочная равновесие сдвинулось в кислую сторону. В результате работы бикарбонатного буфера происходит нормализация, и PH меняется. Цвет конъюнктива надо проверять перед проведением различных процедур. Например, перед принятием ванн, душа, а также перед большой физической нагрузкой. Предварительно рекомендуется нормализовать значение PH. По моему мнению, надо проверять цвет конъюнктивы и перед тем, как пить раствор пищевой соды. Возможно, что в данный момент этого и делать и не надо. Второй индикатор – это цвет склеры. Краваев считал, что цвет склеры является хорошим индикатором энергетического состояния клеток мозга. Это состояние меняется относительно медленно. В норме склеры глаза белое и яркое. Это свидетельствует о хорошей сопротивляемости организма и о потенциальном здоровье, а также о том, что уровень энергии у клеток мозга высокий и они хорошо работают. Падение уровня энергии у клеток приводит к появлению в цвете склеры сначала фиолетовых оттенков, а затем синих, а также общего потемнения. Желтый цвет склеры говорит о дальнейшем падении энергии и ухудшении состояния печени. Покраснение склеры указывает на очень низкий уровень энергии у клеток мозга. Третьим индикатором является сравнительная открытость или легкость для дыхания левого и правого носовых проходов. Караваев выдвинул гипотезу о том, что сравнительная интенсивность дыхания ноздрей является показателем состояния подкорковых структур мозга. Как известно, вегетативная нервная система нашего организма состоит из двух подсистем, противоположных по функциям – симпатической и парасимпатической. Караваев предположил, что правые ноздря связаны с симпатической нервной системой, которая активизирует жизнедеятельность организма. Левые ноздря связаны с парасимпатической нервной системой, которая тормозит жизнедеятельность организма и сворачивает его активность. По мнению Караваева, дыхание правой ноздрёй должно включать в организме механизмы запуска химических реакций, которые приводят к выделению тепла. Дыхание левой ноздрёй должно запускать реакции, которые приводят к уклощению тепла и охлаждению организма. Эти идеи Караваева проверялись в ходе проведения проверок связи сравнительной интенсивности дыхания ноздрей с терморегуляцией организма в лаборатории Биоэнергетики Московского Энергетического Института. Но это было уже много лет назад. Испытания проходили следующим образом. Нескольким участникам предлагалось в течение 10 минут спокойно дышать одной ноздрёй, левой или правой. До опыта и после него с помощью чувствительных термодатчиков замерялась температура тела участника. И было зафиксировано, что повышение температуры тела больше чем на 1 градус при дыхании правой ноздрей и примерно такое же снижение температуры тела при дыхании одной левой ноздрёй. Аналогичные эксперименты проводились и в других лабораториях и давали исходный результат. Проведённые исследования подтвердили предположение Караваева о том, что большая открытость правой ноздри для участия в дыхательном процессе свидетельствует об опасности перегрева организма и его мозговой структуры. А в случае большей открытости в дыхании левой ноздри, это может служить сигналом о возможном переохлаждении мозга. Караваев считал, что в нормальном состоянии обе ноздри должны дышать примерно с одинаковой интенсивностью. Или же правые ноздри должны быть несколько более открыты, чем левые. Знание цвета конъюнктивы и большей открытости той или иной ноздри Караваев использовал для рекомендаций по восстановлению и поддержанию кислотно-щелочного равновесия. Об этом можно прочитать в книге Караваев «Дорог к здоровью». Там же можно прочитать и о его дыхательной гимнастике. Я же рассказывал вам об этой книге в видеоролике о учении Караваева. Еще раз напоминаю, что на основе видеороликов нами написана книга, которая является базовой для изучения и практического использования оздоровительной системы профессора Немувакина. Книга называется «Медицина здоровья от космического врача». Вот я вам еще раз покажу эту книгу. В ней есть информация, которая достаточна для оздоровления. Заказать книгу можно на сайте. Ссылка есть в описании каждого видеоролика. Также ссылки есть в правом верхнем углу изображения ролика. Надо нажать на значок, и они появятся. Ставьте лайки и подписывайтесь, если считаете информацию в ролике полезной. Будьте здоровы! С вами был Александр Закурдаев. Субтитры сделал DimaTorzok